Не выживать, а жить. В Луганске активным ходом идут восстановительные работы. Ремонтные службы подключают свет, налаживают телефонную связь. Также возобновляется работа образовательных учреждений и заводов. О мирной жизни еще недавно осажденного Луганска подробнее в эксклюзивном материале программы. Связаться с родными по ту сторону баррикад или из России жители Луганска могут теперь почти без труда. В городе полным ходом идет восстановление мобильной связи и телефонной сети. В круглосуточном режиме ремонтные бригады приводят в порядок пострадавшие от бомбежек дома и заново прокладывают электричество и водопровод. На сегодняшний день у нас, скажу по одному объекту, по Луганску, 1124 дома восстановлены и запущено отопление. Осталось 170 домов, которые запустить. Они уже готовы к отопительному сезону, они уже восстановлены. Но есть некоторые моменты, которые ведутся работой. Одним из первых решений нового правительства ЛНР стало возобновление социальных денежных выплат. Без финансовой помощи Киева и при отсутствии банковской системы на территории непризнанной республики, чиновники создали свою схему выплат. Пенсии и заработные платы сотрудникам социальных учреждений и заводов пока будут выдаваться в почтовых отделениях. А в ближайшее время начнет работу собственная банковская система ЛНР. По словам представителей Народного совета, выплата зарплат позволит вернуть на заводы значительную часть сотрудников и продолжить работу предприятий даже в круглосуточном режиме. Но есть одно но. Сложности в рынках сбыта. Рынок сбыта – это на сегодняшний день огромная наша соседская территория, Российская Федерация, которая принимает. В связи с сертификацией, пока мы не признанное государство, есть сложность сбыта. Ну, идут переговоры, идут налаживание взаимодействий. В связи с теми контрактами, которые были ранее подписаны, восстанавливаем, работаем и выполняем свои обязанности. Невзирая на военные действия, зачастую рискуя жизнью, свою работу продолжали сотрудники Луганского информационного издания «Газеты 21 век». По словам редактора, сегодня на смену гражданской войне пришла война информационная. Люди настолько зомбированы. Не верят рассказам очевидцев. Они пишут, говорят, у вас там съели всех собак, кошек, у вас голодают, у вас лежат трупы на улицах, которые умерли голодной смертью, у вас там изнасилованы все женщины и разграблены все дома. Ну, то есть, напичканы их головы таким бредом. Потихоньку налаживаем привычную жизнь, говорят жители. В Луганской области уже заработали некоторые учреждения образования. По словам педагогов, уроки и лекции, как и прежде, будут проходить на русском языке, невзирая на киевский запрет. Преподаватели уверены, табу на использование русского языка значительно снизит уровень образования молодежи Украины. Я преподавала всю жизнь, когда у меня был русский язык литература, когда у меня стала зарубежная литература, когда у меня стала просто литература, теперь, когда у меня мировая литература. Каждый президент каждый год менял программу под себя. Я преподавала все время на русском, потому что нужно не просто хорошо изложить, нужно, чтобы хорошее изложение поняли те, кому ты стараешься эти знания донести. В память о погибших почти на каждой улице Луганска установлены импровизированные мемориалы убитым защитникам. Живые цветы к фотографиям павших сюда приносят ежедневно. По данным ОБСЕ, в ходе военного конфликта на востоке Украины погибли более 4 тысяч человек. Около 10 тысяч получили ранения.